Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает день индексов активности производственного сектора и сферы услуг. Будем разбирать эту статистику по европейскому региону, по английской экономике и конечно же по США. В 7.30, точнее даже в диапазоне с 7.30 до 8.30 по GMT выйдут данные по индексам активности двух секторов Германии и еврозоны. В 8.30 ждем аналогичные релизы по английской экономике и в 13.45 по GMT, пожалуй, самый важный фундаментальный фон для нас, это американская статистика по указанным секторам, потому что это по сути для нас подводка к будущим показателям по темпам экономического роста. Можете посмотреть на прогнозы экономического календаря, мы в обоих случаях ожидаем, так же как и все, кто следит за этой статистикой, то, что сектора останутся в зоне роста. И это может стать базой для последующего восстановления данных по ВВП и, соответственно, может стать еще одним аргументом для американского регулятора все-таки удерживать ставку высокой в течение длительного периода времени. Давайте по порядку. Индекс доллара 104.76, американская валюта сейчас выглядит довольно бодро. Если сравнивать текущий уровень с тем, что мы видели в конце прошлой недели, когда индекс доллара просел до уровня 103.95, то результат уже очень хороший. Причем этот рост был показан долларом на практически пустом экономическом календаре, только лишь на заявлениях представителей Федеризерва, которые, честно говоря, ну, точнее, не все обладают правом голоса на непосредственно встрече американского регулятора, когда поднимается вопрос, что делать с ключевой процентной ставкой. Но мы вот стараемся уловить вот этот вайп от чиновников РС того, какую все-таки точку зрения они сейчас разделяют, может ли эта точка зрения быть по сути позиции американского регулятора, и может ли все это помочь нам заранее понять все-таки по какой траектории будет дальше двигаться американский регулятор, будет ли снижение ставки в сентябре, либо Федеризеру придется подождать еще дольше. Из комментариев последних, которые мы разбирали, я еще раз отмечаю, это высказывание Коллинз, Мейстер, Воллера, и, наверное, наибольший акцент нужно сейчас сделать на риторику главы ФРБ Атланты Рафаэля Босича, который, на мой взгляд, может своими суждениями, опять же, повлиять на мнение некоторых других чиновников американского регулятора. И его доводы вполне состоятельны. Мы касались в каком-то формате аналогичных тезисов уже довольно-таки давно. Это и рассматриваем их как основу для будущих решений Федеризерва. То, что один отчет не способствует росту уверенности в том, что инфляция неуклонно снижается и движется к целевому ориентиру. И то, что потребуется еще больше времени, больше фундаментальных отчетов, чтобы начать нормализовать денежно-кредитную политику. На вопрос, кстати, о том, когда будет снижена процентная ставка, Рафаэль Босич отметил, что не ожидает таких действий Федеризерва до конца этого года. Вчера мы следили за протоколами. Протоколы подогрели интерес к доллару локально, что помогло американской валюте завершить торговую сессию на локальных максимумах. Напомню, что протоколы — это, по сути, итоги заседания, которое состоялось 1 мая. Нам тезисы уже знакомы, но еще раз повторю то, что в текущих условиях самое, наверное, неверное решение, которое может быть принято, — это преждевременное снижение процентной ставки. Многие представители американского регулятора готовы к ужесточению даже денежно-кредитной политики, но в этом сценарии нужно учесть тот факт, что он возможен при усилении инфляционного давления. И, конечно же, все снова поддержали идею того, что нужно как минимум 2-3, а то и больше, отчет устойчивого снижения инфляции, чтобы говорить об условиях для смягчения экономической политики. Сегодня ждем индексы PMI. Производственный сектор останется в зоне 50, на уровне 50 сфер услуг, на отметке 51,3 по прогнозам. Фактические цифры, либо, например, превышение этих показателей, может поднять привлекательности доллара и помочь американской валюте все-таки добраться до уровня 105 пунктов ровно. По золоту 2372 доллара за тройскую функцию. Развитие геополитических рисков не последовало, это нужно принять к сведению. И вчера буквально вечером очень сильно изменилось. Сначала изменились рыночные настроения, потом, разумеется, это привело к изменению и сантимента. Сейчас он уже показывает, что 60% трейдеров, не то чтобы прям тотальное большинство, но все-таки уже больше половины находятся в длинных позициях и меньшинство 40% коротких. По этой причине, друзья, в текущих условиях нет смысла уже находиться в длинных позициях. Будем искать точки входа для последующих трейдов. Но, опять же, давайте смотреть на то, что будет с геополитикой, что дальше произойдет с американским долларом и как в связи с этим будет меняться рыночный сантимент. Биткоин 69500 – важный день сегодня для рынка, потому что, по сути, через несколько часов истекает дедлайн по принятию или одобрению потенциальному заявке от первого фонда по запуску ETF на основе эфириума. Мы знаем то, что эти новости уже привели к серьезному бусту для всего рынка криптовалют. Поэтому, если американская комиссия по ценам бумаги все-таки даст зеленый свет этим новым контрактам, то тогда нужно быть готовыми к серьезному ралли. Доллар иена 156,77. Не изменилась ситуация за прошлую торговую сессию, но важно отметить то, что мы подбираемся к уровню 157. Ранее аналитики JP Morgan отметили значение 157 как уровень рентабельности, когда девальвация иены может стать причиной снижения положительного эффекта от повышения зарплатных плат только лишь потому, что темпы зарплатных плат будут девальвироваться или нейтрализоваться из-за потенциальной инфляции. А в таких условиях, конечно же, приоритеты дальнейшие снижения, потому что Банк Японии и Минфин, как мы знаем, держат руку на пульсе и должны мешаться, чтобы воспрепятствовать дальнейшему ослаблению национальной валюты. Американский фондовый рынок S&P 500 – новые исторические максимумы. Практически каждую неделю мы констатируем, это 5360 пунктов. Наша цель – 5500 пунктов. Фунт против доллара 1,2728. Вчера ожидали данные по инфляции. По факту цифры оказались чуть выше, чем ожидали эксперты и аналитики. Вместо 2,1 по общему индексу потребительских цен мы увидели значение 2,3. Базовая инфляция скорректировалась с 4,2 до 3,8%. Прогнозы предполагали снижение до 3,6%. Вероятность снижения ставки резко снизилась в июне, если до выхода данных по инфляции она была 55%, сейчас 20%. Сегодня индексы активности производственного сектора и сферы услуг. Я предлагаю дождаться выхода этих данных. Если мы поймем, что на потенциальных слабых отчетах функция не готова развивать нисходящую динамику, то тогда нужно будет отказаться от длинных позиций. Прокомментирую это уже завтра. Европейская валюта под давлением 1,0830 текущей котировки. На фоне восстановления доллара это более чем логично. К тому же Лагар вчера подтвердила, что ЕЦБ доволен прогрессом снижения инфляции, поэтому в июне ставка, скорее всего, будет снижена. И рынок нефти, приближаемся к нашей цели, 80 долларов за баррель. Минимум вчера был 81,18. Фактор в пользу дальнейшего снижения это неожиданный рост запасов нефти США, которые выросли почти на 2 миллиона баррелей неделю назад. И рыночный сантимент. Новые экстремумы 83% находятся сейчас в длинных позициях. Ждем, друзья, не то, чтобы добой бренд до отметки 80 долларов за баррель. На таком сантименте, на таких настроениях я допускаю то, что бренд может легко провалиться и пониже, в район 78-77. И причем это перспектива ближайших торговых сессий. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего торгового дня. Всем пока!